Всем привет! Мы на высоте 400 метров выше уровня моря в агломерации Грасс, или попросту на землях Грасса. Это место – настоящий цветочный рай. Мы покажем для вас одну известную достопримечательность – конфессорию Флориан. Прогуляемся вдоль горной живописной речушки по сказочным тропинкам и покажем вам средневековую деревушку Турет-Сюрлу. Постараемся найти там гроты, в которых оставили свои следы неандертальцы. Не забудьте поставить лайк прямо сейчас, это продвинет наши видео в рекомендации, а мы для вас будем снимать еще больше и еще лучше. Это будет просто фантастично! Приятного просмотра! Поехали! Мы зашли в средневековую часть городка Турет-Сюрлю. И посмотрите, какой очаровательный двор бывшей мельницы. Да, и вид здесь потрясающий! Вот в таком средневековом доме живут до сих пор люди и сушат свое белье. Такая типичная прованская картина. Архитектура этого городка уже такая настоящая прованская. Что-то более провансальское. Наверное, будет трудно поискать. Этот городок напомнил нам Сан-Поль-Дю-Ванс. Такой же атмосферный и неповторимый и легко узнаваемый провансальский стиль архитектуры. Мы находимся на центральной улице средневековой части этой деревушки. Конечно, это очень напоминает на Сан-Поль-Дю-Ванс, Эс, действительно, дух средневековья. Посмотрите, как здесь здорово и замечательно. И здесь живут люди. Сегодня тоже. Здесь много молодых людей, которые выходят из квартир. Здесь также много галерей и выставок, где можно приобрести предметы искусства. Совершенно случайно мы наткнулись на мастерскую, на ателье, где производят фаянс. Посмотрите, как здорово. Это средневековое здание было сооружено прямо в скале. Думали ли средневековые жители этого городка, что они создают такую красоту? Я даже и не знаю. Мне кажется, они просто строили, как им хотелось. Из тех материалов, которые они могли здесь добыть, и получилась такая сказочная какая-то, невероятная. Повторюсь снова, атмосфера этих городков. Этот городок буквально нависает над окружающим пространством. И это по-прежнему жилые дома. Здесь есть детские игрушки, чей-то велосипед, и из окон доносится музыка, которую кто-то слушает. Турет-Сюрулю. Я смело добавляю в копилку своих любимых городов, где невероятно потрясающая атмосфера, и ты гуляешь здесь, как будто в таком городе-музее. Если вы смотрели наш ролик про Сан-Поль-Диванс, ссылочка сейчас где-то здесь на экране появится. Напишите в комментариях, какой город вам кажется наиболее провансальским. Даже на крыше можно встретить цветы. Сан-Положем. Яsetка. Сан-Поль. Ясно. Друзья, я иду сейчас по мосту, который называется Пон-де-Лу, в переводе на русский «Мост Волка», в честь одноименной речушки Волк. Эта горная речушка питала многие мельницы, которые в XIX веке активно строились в этих местах. Позади меня как раз вы можете видеть, это бывшая старая мельница, которая была построена в 1868 году. Но это здание несколько раз, а именно трижды поменяло своих хозяев. И сегодня за моей спиной в этом здании размещается конфисери «Флориан» – известнейшая фабрика производства шоколада, производства конфет, варенья и ныне кексов. И немного истории о самом предприятии «Флориан». Основатель Фрагонара купил это помещение и продолжил свою мастерскую по производству парфюмерии. Но во время Второй мировой войны это здание было очень сильно повреждено, а мост Пон-ду-Лу, железнодорожный мост, которым был важнейшим сообщением между Ницей и Фрежусом, был разрушен полностью. Сын владельца у жёна Фукса, Жорж Фукс, реконструировал это помещение и одномоментно купил всё оборудование у известнейшей конфисери в Грасе, конфисери Дюнегр. И далее, в 1949 году, это здание открыло свои двери, но уже как конфисери. Этот городок потрясающий ещё тем, что мы как будто бы посреди каньона и даже виднеется водопад. Оцените сами эту красочность. Живописность этого места просто какая-то запредельная. Живописность этого места Сейчас мы находимся на берегу живописной реки Лу, что в переводе означает «волк». Вдоль этой реки пролегает не менее живописная дорожка, которая как будто сквозь джунгли пробирается, и по ней не менее интересно погулять, побродить. Смотрите, настоящая лаврушка! По-французски это лурье. Лавру вылезь, но его кто-то активно ест. Настоящая лаврушка! Настоящая лаврушка! И эта красота совсем рядом с лазурным берегом, буквально полчаса сорок минут езды. Лаврушка! 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 Субтитры создавал DimaTorzok